Татьяна, с праздником тебя! Ого, да ты подготовленная пришел, молодец, хвалю! Да, стараюсь, как говорили в старину, вот и до покрова дожили. Давай сначала доживем до конца программы, потом пойдем пить чай с тортиком всей съемочной группой. Доброе утро, губерния! В студии внимательный ведущий Виктор Стеблев. И заботливая Татьяна Пецина. Да, сегодня отмечается великий православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Если же говорить о народных традициях праздника, то в этот день обычно отмечали окончание сельскохозяйственных работ и начало свадебного сезона. Ну а мы традиционно расскажем, что ждет вас сегодня в эфире. Молодые и активные в нашей студии организаторы проекта «Амбассадоры активности». Узнайте, как стать частью этого движения и что оно может дать вам. Красный, белый, голубой. Открываем для себя палитру самарского искусства. Татьяна Пецина узнала, какой цвет любят местные фотохудожники. Осень – идеальное время, чтобы заняться рукоделием. Наш гость познакомит вас с миром пэтчворка, лоскутного шитья и квилтинга. Вдохновитесь создать что-то уникальное и уютное. Небо, холмы, заливы и теснящиеся у моря дома. Его яркие картины перенесут нас в новые места. А Марина Баркова прогулялась по выставке и готова поделиться впечатлениями. Думаю, если укутаться в плед, который шил сам, никакие холода не страшны. Кстати, на Покров по приметам всегда выпадал первый снег. Давайте проверим, готовы ли жители губернии к такому повороту событий. Да. Как вы к ним готовитесь? Теплой одежде. А морально уже готовы? Да, наверное, да. Привыкла уже. В России живем, как бы уже. Деваться некуда. Конечно. Как вы к ним подготовились? Хорошо подготовилась. Нет. Не готова. Почему не готовитесь? Ну, а как готовиться? Шубу покупать? Она есть. Все остальное вроде есть. Поэтому открывай шкаф, одевайся. Честно говоря, нет. Но очень надеюсь, что и они будут, поскольку я обожаю зиму. Пока еще нет. Ну, а почему так не готовитесь? Учится тепло. Готовы. Как вы готовились? Одеваемся. Готовим одежду. Витаминчики пьем. Да. Как вы к ним готовились? Отращивал шерсть. Если теоретически, то готово. Практически я не возражаю против такой хорошей погоды. Верный способ согреться, заняться спортом у нас в студии София Агапова, тренер адаптивной физической культуры и реабилитолог. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Хотелось бы поговорить про отечность. Так. С удовольствием. Что вы о ней знаете? Практически все. Прежде чем мы будем обсуждать какие-то детали, я бы хотела в общем рассмотреть нашу систему лимфатическую, которая есть в нашей теле. Именно лимфа, ее скопление и есть отек. Кот-лимфатическая система – это ровно такая же система, как кровеносная, дыхательная, очень важная. И если очень просто говорить, чем занимается лимфа, она выводит отработки нашей клетки, то, что клетка у нас с вами оставляет после своей работы, для того, чтобы наше тело, в общем-то, не загрязнялось. То, что в простонародье называют токсинами и всякими шлаками. Это, конечно, такие очень условные названия, но, тем не менее, чтобы было понятно. Так вот, лимфатическая система у нас движется следующим образом. Она движется снизу к центру груди и сверху к центру груди, от периферии к центру. Интересный момент. В лимфатической системе есть двигатели, их несколько. Во-первых, это лимфатические сосуды, которые устроены так, что они пропускают лимфу только в одну сторону. Во-вторых, это мышечные сокращения. Когда мышцы сокращаются, то есть мы с вами ходим, что-то делаем, лимфатическая лимфа движется у нас в заданном направлении, либо снизу вверх, либо от периферии к центру. И третье, у нас есть вот здесь, в центре груди, самый главный лимфатический сосуд, который как насос должен качать всю эту лимфу и направлять ее, в общем-то, куда им следует. В отечности виноваты почки? Не всегда. Есть несколько системных заболеваний, которые приводят к отечности. И вот большая просьба к уважаемым телезрителям, прежде чем заниматься локальными способами избавления от отеков, проверьте, пожалуйста, сердечно-сосудистую систему, обязательно почки и гормональную систему. Все это может быть причиной отека в нашем теле. Хорошо, если мы, например, проверили, София, подскажите, какие упражнения, возможно, есть и имеются в вашем арсенале, которые вы могли бы показать нам против отечности? То есть, смотрите, вот как я уже сказала ранее, движения мышц, любые сокращения мышц приводят к стимуляции лимфы. То есть, если мы с вами просто ходим, ударная нагрузка, бежим, помните эти пресловутые модные 100 прыжочков лимфатических, да? Все это работает, потому что мышцы сокращаются, и лимфа устремляется снизу вверх. То есть, если рекомендовать упражнения, то это физическая нагрузка в целом. Человек, который тренирует системно свое тело, например, он ходит в спортзал, да? Либо он ходит на дорожке, либо бегает на стадионе, занимается йогой, танцует, все что угодно. Это у нас будет стимулировать лимфу. Как вы относитесь к специальным приспособлениям, роликам и прочим? Я нормально отношусь к ним, но здесь нужно понимать, что это лейкопластырь, да? Потому что вот есть у нас отеки, мы простимулировали мышцу, то же самое, если бы мышцу мы заставили работать, и у нас лимфа пошла, то есть сошел отек. Здесь, конечно же, я бы рекомендовала действовать не время от времени, а все-таки регулярно, да. То есть каждое утро натощак и так? Смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о регулярном занятии спортом, это может быть в любое время. То есть мышцы будут получать достаточную нагрузку для того, чтобы лимфа циркулировала. Если мы говорим о специальных упражнениях, оно такое есть, одно секретное, я вам о нем сейчас расскажу, то оно делается до натощак, но должна предупреждать. А вот сейчас я прерву на самом интересном, чтобы сделать паузу. Интрига у нас такая. Обязательно вернемся в нашу студию, друзья. Ну, на самом деле движение – это жизнь, да. А осень, осень, друзья, это листопад. Слушай, движение – это жизнь, осень – это листопад. Больше двигайся, будешь здоров, как слон. С рифмой у тебя совсем не очень. Пошел смотреть рифматику. Еще тепло, но поутру морозит. Туман скрывает инием траву. И дождь осенний что-то нудно просит. Терзая снова мокрую листву. Так грустно и так горько от чего-то. И красоту ушедшую мне жаль. И снова сердце будоражит что-то. Скорее всего, осенняя печаль. Продолжаем наше утро активно вместе с Софией Агаповой. Доброе утро. Доброе утро. Остановились мы на секретном упражнении. Давайте уже скорее рассказывайте и показывайте. С удовольствием расскажу, покажу, объясню технику. Но должна сказать, у этого упражнения, несмотря на его широкую популярность, достаточно много противопоказаний. Самые главные противопоказания – это все кровящие заболевания в организме. Все, что есть – язвы, всяческие нарушения. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Также это тромбозы, заболевания сердца. Это упражнение вакуум. Почему оно прекрасно работает с отеками в целом? Потому что оно запускает вот этот главный насос, про который я вам говорила, следующим образом. Когда мы делаем вакуум, мы перемещаем давление с абдоминальной области, с области живота в грудную клетку. Грудная клетка расширяется, и происходит мощное присасывающее действие. И наша лимфа стремительно движется к центру. То есть все застойные явления лимфатические, они уходят, наше тело остается свободным, без отеков. А возможно ли самостоятельно научиться каким-то упражнениям, например, вакуум или какие-то другие? И возможно ли навредить своему здоровью при неправильной технике? При неправильной технике вряд ли вы навредите. Единственное, что я еще раз заостряю на этом внимании, проверьте, пожалуйста, нет ли у вас противопоказаний. Научиться самостоятельно можно, разумеется, в этом нет ничего сложного. Показываю? Да. Да, здорово. Нам необходимо для начала понять, как мы дышим. Поставить руки на нижние ребра и сделать... Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте витры пробовать, я слежу за тебя. Ага, вдох такой, чтобы наши ребра расширились в сторону. Прямо расталкиваем их в сторону и при выдохе. Вот, отлично. Расталкиваем и собираем к центру. А теперь нам нужно сделать выдох и точно такое же движение повторить без воздуха. Выдох. Толкаем. Да. Здесь можно почувствовать, как у нас область живота уходит под ребра. Козвоночник примерно. Да, да, да. Дышать можно? Можно. Делать правильно. Дышите. Да, делайте правильно. Есть, конечно, позы, в которых это делать удобнее. С ними можно ознакомиться. Все они есть в общем доступе. Но принцип такой. Именно такой принцип, когда мы используем дыхательные мышцы и делаем вот этот ложный вдох без воздуха, он стимулирует работу лимфатической системы прекрасно. Про причины отечности мы не поговорили. Вот смотрите, если перед сном я съем скумбрию, селедку соленую, на утро... И запью молоком. Да, я проснусь пчеловодом неудавшимся. Или необязательно? Скорее всего, да. Потому что соль у нас задерживает воду, только и всего. То есть это химическая такая реакция нашего тела на соленую пищу. А ваша рекомендация? До какого времени можно, например, есть ту же самую соленую пищу? И вообще последний прием пищи в течение дня когда вы рекомендуете делать? Последний прием пищи в течение дня традиционно за 2 часа до сна, чтобы не перегружать воду. То есть если я в 12 ложусь, то в 10 можно перекусить? Ложитесь пораньше. Ваш организм скажет вам большое спасибо. Но да, если вы ложитесь в 12, в 10 перекусите. И что в 10 мне? Яблочко или стакан кефира? Лучше сбалансированный прием пищи себе устроить. Это может быть белок и какой-то салат. Первый-второй компот. Первый-второй компот лучше на обед. Основной такой прием пищи. И скудрить, скудрить. Чтобы мы будем еще более тече. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, бодрые и уверенные бежим на выставку. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Свет можно определить как важнейший регулятор психологического состояния. Красный всегда немного агрессивный. Синий создает ощущение безопасности. Обычный человек может и не обратить внимание на такие закономерности, тогда как фотограф, наоборот, будет специально их выявлять. Основной темой выставки является цвет. Он очень важен для фотографа. Он служит в некоторых случаях для подчеркивания объекта, для создания атмосферы и настроения снимка. Все фотографии сделаны во время прогулок. Конечно, городские пейзажи не такие яркие. Большинство снимков Елена обрабатывает в редакторах. Готовые работы она объединила в диптихе. Так они обрели новые смыслы. Поскольку здесь выставка про цвет, они объединены одним цветом, но также у них, допустим, есть в некоторых один смысл. Вот. Один цвет, один смысл их объединяет. И есть разные смыслы, которые в комбинации другой смысл создают. На выставке представлено 14 диптихов и 4 одиночных фотографии. Одна из них сделана в парке Гагарина. Композиция будто бы полностью закольцована. Колесо обозрения отражается в воде. Рядом стоят гипсовые конструкции, тоже полукруглые. Моя любимая работа – это «Осенние радуги», которая была снята в парке Гагарина до его реконструкции. На ней изобечатлена конструкция, которая еще была со времен моего детства. Сейчас ее уже нет, там просто детская площадка. С детства Елена занималась рисованием. На фотографию переключилась 14 лет назад. Возможно, именно поэтому она уделяет такое внимание цвету. Ведь это универсальное средство для создания атмосферы. Татьяна Пецина, Александр Дудко, программа «Утро губернии». Все-таки красота она повсюду. И в сюжетах, и в рубриках, и прямо сейчас в нашей студии владелица, создательница всего этого богатства, руководительница «Квилд-клуба» Татьяна Измайлова. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что такое «Квилд» для начала. «Квилд-клуб» – это собрание и, в общем, закрытое сообщество единомышленников. Здесь мы шьем, создаем новые какие-то работы. Мы учимся креативным техникам, способам. Мы общаемся. То есть у нас и новички, и продвинутые. То есть у нас закрытый такой комьюнити, который я очень хотела, потому что я 20 лет занимаюсь петчерком, лоскутным шитьем. Я проводила онлайн, оффлайн разные мероприятия в Самаре от города и в Москве. А почему закрытое? Вы берете не всех? У нас клуб по подписке. У нас клуб по подписке. Почему? Потому что открытое общество у меня есть, очень хорошее, пожалуйста, все. А закрытое я хочу видеть, окружать себя людьми, которые будут вместе со мной шить. То есть для меня вот эта миссия самая главная. Я хочу продвинуть вот это творчество, вот это направление, петчерк, лоскутное шитье и квилтинг. Вот именно с помощью вот этого клуба. Клуб еще всего три месяца, четвертый месяц пошел. Мы уже сшили, вот первый проект у нас был, дорожку. Такой вот, значит, здесь что у нас интересного? Здесь у нас четыре техники. Я постаралась выбрать такие креативные. Мы подбираем ткани, мы подбираем вот цветовую палитру. То есть у нас вот эти четыре техники – это просто петчерк. То есть петчерк или лоскутное шитье – это сшивание лоскутков разноцветных, в разных способах, разных тех, ну, разными, как мозаика. То есть мы как художники по ткани раскладываем, как художники рисуют, мы тоже рисуем картины, типа картины. Вот, а потом уже мы делаем квилт. Квилт – это трехслойный такой сэндвич. Вверх у нас петчерк, вот вверх. Вот как раз за счет этого она объемная такая. Да. Потом средняя часть, там у нас какой-то проклад. Наполнитель. Да, наполнитель, то есть, ну, я в основном синтепон использую. И снизу у нас вот подкладка такая. И то есть… Красиво со всех сторон. И соединяется это с помощью, вот квилт, соединяется с помощью стежки. Вот это вот прям вот, ну, традиция, классика. Поэтому мы в клубе сначала изучаем техники, какие-то новые способы, общаемся. И в конце каждого месяца мы шьем какое-то изделие. Оно обязательно квилт у нас. Поэтому квилт-клуб. Ваш основной инструмент – швейная машинка. Швейная машинка, да. Ну, у нас еще есть приспособления, которые сейчас, в общем-то, в нашем творчестве хорошо продвинуты. То есть, в разных маты, там специальные резаки. Вот. Ну, разные там линейки очень интересные. То есть, специально для патчерка. А что нужно, что требуется, какой инструмент? Давайте вот об этом действительно поговорим. Какой инструмент для того, чтобы начать и вступить в ваш закрытый клуб? Начать можно вообще с простыми… С иголки и с нитки. С иголки и с нитки. Даже я когда училась, я училась в 2002 году, курс прошел по патчерке. С иголкой, да. У нас учеба была без машинок. И мы шили вручную. А ручная – это очень увлекательно. Это вот японцы, есть же техника сашика, ручная стежка. Это просто вообще… А сколько времени требуется на то, чтобы собрать вот такое чудо? Ну, вот мы в течение месяца шили, ну, так-то меньше, конечно. Но я шила по блокам. Каждую неделю у нас, как у нас в клубе, каждую неделю мы шьем один блок. Мы его, значит, там, готовим все. Потом следующий, каждую неделю выкладываем видео еженедельно. Вот. А в конце мы шьем уже готовое вот то, что мы хотим. То ли вот это может быть салфетка, там, какие-то прихватки, красивый скатерть, лоскутное одеяло. Кстати, вот у нас сейчас уже начался проект «Лоскутный плед» мы шьем. Он немножко больше у нас по времени займет, два месяца, потому что он более объемный проект. Ну, конечно. Ну, и мы решили так, чтобы комфортно, в комфортных таких условиях, его сшить. Очень красивую технику подобрали. Прервемся ненадолго. Уверен, что сейчас многие собираются, возможно, на работу, по делам. Девушки делают макияж. И вот следующие бьюти-советы будут очень даже кстати. Давайте посмотрим. А это что за красота? А это инструмент, с помощью которого сегодня мы будем наносить на лицо тон. Многие девушки часто пренебрегают тем, что наносят тон сразу на неподготовленную кожу. А это большая ошибка. Подготовка кожи включает в себя три этапа. Это очищение, это тонизирование и нанесение увлажняющего крема. Сейчас мы и начнем. Очищение лица можно в домашних условиях производить каким-либо своим обычным средством для умывания. Это может быть ваша пенка, либо гель для умывания. В условиях, когда вы приходите к визажисту, они чаще всего используют мицеллярную воду. Для того, чтобы удалить остатки семиума, какую-то пыль, возможно, какую-то косметику, которую вы не успели смыть, ватным диском. Все это у нас убирается. После того, как мы очистили лицо, нужно пройтись по нему тоником, либо тонером. Для того, чтобы вернуть, восстановить pH-баланс нашей кожи после очищения, и для того, чтобы последующие продукты у нас лучше впитывались. Тонер мы наносим похлопывающими движениями и распределяем по лицу. Можно по массажным линиям. После того, как мы увлажнили кожу тоником или тонером, мы наносим свой ежедневный увлажняющий крем. Почему именно увлажняющий крем, а не питательный? Питательный крем имеет очень жирную свою текстуру, и в дальнейшем при нанесении тонального крема, тональный крем может на нем просто скататься. Мы подготовили нашу кожу к макияжу, и теперь мы будем наносить тон. Для того, чтобы покрытие получилось легким и неплотным, я рекомендую в домашних условиях использовать спонжик. Но предварительно его нужно хорошенько смочить, потому что сухой спонж у нас будет впитывать весь наш тональный крем в себя. У вас просто получится некрасивый слой тона на лице и очень большой его расход. Поэтому мы берем спонжик, тщательно, хорошо его мочим, отжимаем, и с помощью вот этого влажного спонжа наносим тон. Предварительно можно нанести на руку, разогреть его на руке и в дальнейшем распределить его по лицу и потом уже похлопающими, втаптывающими движениями усаживать его на нашей коже. Ну вот и все. Наша кожа готова к дальнейшему нанесению косметики. А мы продолжаем разбираться в нюансах пэтчворга и квилтинга. У нас в студии Татьяна Измайлова. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про ткани. Как вы их подбираете? Вот ткани, это просто особая тема, потому что ткани у нас сейчас, специальные ткани для пэтчворка появились вот на моем, так сказать, вот мою бытность, то есть когда я начинала, их не было. А чем они отличаются от обычных ткан? Ну, они завезены к нам с запада. Они, во-первых, обладают очень хорошей плотностью, расцветкой, во-первых, рисунком, то есть принтом. Не линяют. То есть они, конечно, идеальные для них, но они дорогие. Ну, как бы по сравнению с нашими, наша промышленность, ну, выпускает там ситцы, поплины, вот это все. Ну, есть тоже хорошие, но надо искать. А это вот специально для пэтчворка, то есть ткани для пэтчворка, это вообще идеальный вариант. Конечно, мы используем и наши ткани, отечественные, потому что вот, например, там вот на подкладку разные там тоже так же могут быть поплины, там бязи, ну, просто нужно брать плотную ткань. Там 140 грамм, они как бы градации есть. А как подбирать расцветки? А расцветку подбираем. Если вы уже как бы, есть у вас насмотренность, вы уже как бы чувствуете, если вообще нет, вот как новичок совсем, то у нас есть специальный в клубе по тканям, есть по цветовой палитре специальные у нас подсказки, как подобрать, как сочетать. То есть по цвету это очень большой материал, который можно использовать. Ну, и потом есть я. Я все время в чате, я отвечаю на все вопросы, я помогаю, подсказываю, прям буквально даже подбираем, какие ткани для какого-то проекта, вот девочки там. Как вам хватает времени на все и на всех? Не знаю, ну, я просто это люблю, поэтому... А с чего началось ваше увлечение? Вот смотрите, я, когда с детства я шила, потом пришло время, когда стали завозить вот импортные, готовые, ну, знаете откуда, и как-то вот, ну, как бы пропал интерес вот к шитью, потому что готовые все. И я увидела объявление, это в 2002 году, увидела объявление на курсы петчверка. Я прям думаю, ну, пойду попробую, посмотрю. И вот с тех пор вот я все, я петчверка. То есть объявление изменило вашу жизнь? Да, да. И у меня была очень хорошая наставница, и мы вот начали все изучать как бы вручную, все. Я все приходила домой, все прошивала, машинка у меня была, потом я уже лучше машинку себе приобрела, там инструменты, все. Все постепенно, ну, потому что удобно очень для петчерка. Что для вас сейчас значит ваше хобби? Это уже нечто большее? Это да, это я все, я общаюсь, я езжу. У меня мои картины заняли первые места на выставках. У меня две картины есть, лоскутные, которые участвовали у меня на международных выставках. И вот они у меня заняли призовые места. Я горжусь. Потрясающе. Ну, то есть как бы я общаюсь, хоть я на пенсии, но я активно. Я бы еще хотела поговорить про жилетку, которая вот у вас за спиной незаслуженно забыта. Получается, можно в этой технике делать еще предметы одежды? Конечно. Это очень распространено, потому что делают, ну, во-первых, народные какие-то костюмы, там, вот знаете, орнаменты все можно складывать. Потом вот жилетка, например, мы вот в клубе ее шили, вообще были девочки вообще начинающие, как бы. Я давала эскизы, схемы, выкройки, но в каждый месяц мы изучаем какую-то новую технику. И чтобы вот, как бы, для жилетки не просто эта фуфайка, она двухсторонняя, она вот, там вот, можно ее выдернуть, вот. Не просто техники, а мы это, вот сейчас покажу. Ой, еще и на спинке. И на спинке, да. То есть мы и новую технику освоили, и сшили себе предмет, и уже девочки его одевают, носят, и теплые, на синтепоне. И красивые. Спасибо. Спасибо вам, спасибо вам за такую чудесную красоту. Украсили нашу студию. Приходите к нам еще. Да, желаем вам и вашему клубу, конечно же, успехов и большого развития. Друзья, ну а мы ненадолго прервемся и обязательно вернемся в нашу студию. У нас еще очень много интересного для вас. В начале недели в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Днем плюс 6, плюс 10, ночью минус 3, минус 8. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4,9 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 6, плюс 8. На востоке и юге 6, 10 градусов тепла. В Самаре облачно с прояснениями днем плюс 8, ночью плюс 3, минус 1 градус. Атмосферное давление выше нормы 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 34,67%. Доброе утро, губерния! В студии Татьяна Пецина и Виктор Стеблев. И сегодня в России отмечается праздник Покров-день. В православной традиции Покров Пресвятой Богородицы является одним из самых почитаемых осенних церковных праздников. Верующие выражают свою благодарность Деве Марии за заступничество и покровительство. А я хочу рассказать про народные традиции. В этот день обычно отмечали встречу осени и зимой. Он связан также с началом девичьих посиделок. На Руси девушку просили Богородицу о помощи в замужестве и приговаривали покровимую головку жемчужным кокошником. Интересно, что название праздника народная этимология связывает с первым снегом, который покрывает землю, указывая на близость зимних холодов. Люди начинали топить в избах. Удивительно, но и сейчас. А топительный сезон приходится на эти даты. Да, есть еще такая поговорка. На покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима. Давайте узнаем, готовы ли жители губернии к холодам. Как вы к ним готовитесь? Теплая одежда. А морально уже готовы? Наверное, да. Привыкла уже. В России живем, деваться некуда. Конечно. Как вы к ним подготовились? Хорошо подготовилась. Нет, не готовы. Почему не готовитесь? Ну, а как готовиться? Шубу покупать? Она есть. Все остальное вроде есть. Поэтому открывай шкаф, одевайся. Честно говоря, нет. Но очень надеюсь, что и они будут, поскольку я обожаю зиму. Пока еще нет. Ну, а почему так не готовитесь? Учится тепла. Готовы. Как вы готовились? Одеваемся, готовим одежду, витаминчики пьем. Да. Как вы к ним готовились? Отращивал шерсть. Если теоретически, то готовы, а практически я не возражаю против такой хорошей погоды. А мы встречаем новый день вместе с Еленой Кудашовой, руководителем Школы молодежного актива Самарской области Амбассадор активности, Анастасией Алферовой, заместителем руководителя по образовательной программе Школы молодежного актива Самарской области Амбассадор активности, и Анастасией Тургеневой, руководителем выезда Амбассадор активности «Единение» для работающей молодежи. Доброе утро. Давайте знакомиться и расскажите про ваш проект. Доброе утро. Елена, наверное, вам вопрос. Расскажите о проекте, что же это такое «Амбассадора активности» звучит. Вообще проект «Школа молодежного актива Самарской области. Амбассадора активности» является частью комплексной программы развития молодежи Самарской области «Регион для молодых». Реализуется в рамках национального проекта образования и при поддержке, конечно же, правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи. Хорошо. А кто может принимать участие в этом проекте? Молодежь. Наша молодежь Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет. От 14 до 35 лет. Это и студенты, и работающие молодежь? Трудовая, да, и школьники. Ага, и школьники. Название смены очень поэтичное. В этом есть какой-то сакральный смысл? Про название, конечно, Анастасия. Сотворение, визжение. Поскольку она является программным координатором данного проекта. Да, на самом деле, несмотря на то, что достаточно поэтично, как вы отметили, звучат эти названия, и, наверное, что-то из эпохи Возрождения, можно как-то вот окунуться, например, в сотворение, что-то такое очень необычное. Но на самом деле данные названия просто отражают тот смысл, который мы вкладываем на самих образовательных треках каждого выезда. Мы соединяем абсолютно разную молодежь. Мы их объединяем и создаем для них уникальную образовательную программу, которая их насыщает, наполняет. И такие заряженные, такие наполненные всеми этими смыслами возвращаются уже к себе и в образовательные организации, в школы, в вузы, и на свои трудовые места, и могут уже заряжать и прокачивать своих коллег, своих согруппников. В общем, полностью наполняться теми смыслами, которые мы для них приготовили. На какую ближайшую смену можно зарегистрироваться? Расскажите о ней подробнее. Куда можно зарегистрироваться? Это сотворение, амбассадор активности сотворения. Это для творческой молодежи. Мы для них приготовили в этом году очень необычную программу. Мы перевернули, мне кажется, мир образовательного, традиционного образовательного трека. Мы предлагаем им окунуться в условия съемок настоящего телепроекта, реалити-шоу, где... То есть будут творить. Будут творить непосредственно сотворение, то есть станут соорганизаторами, будут творить и делать то, что у них лучше всего получается. В общем, они станут настоящими артистами, а мы для них создаем все как раз условия для того, чтобы они себя могли полностью интересно реализовать. Анастасия, а вот для работающей молодежи, что вы приготовили, чем будете удивлять? Так, я буду внимательнее слушать. Да, от данного выезда у нас пройдет три трека. Первый основной трек – это развитие совета трудовой молодежи. Мы сделаем на этом большой акцент. В рамках данного трека мы проведем встречу. У нас будет клуб занятой молодежи, где мы расскажем, какие меры поддержки оказывает наш губернатор Самарской области, какие формы развития могут быть у молодежи. Также мы с ребятами разработаем критерии премии Молодежного совета региона. Такого у нас еще не было. В рамках трехстороннего соглашения между правительством региона, Федерацией про Союзу Самарской области и Союзом работодателей мы будем анонсировать данную премию в 2025 году. У нас в рамках данного соглашения мы ввели раздел по молодежной политике. Поэтому трудовая молодежь заряжена. Мы будем с ней работать и активно развивать данное направление у нас в регионе. И, наверное, самый главный вопрос – как зарегистрироваться, что нужно сделать, как стать участником? Можно еще сказать о том, что вообще кто наша целевая аудитория? Потому что для наших зрителей это очень полезная информация. Поскольку амбассадоры активности, вы вначале задали этот вопрос, проект очень интересный, направлен на ребят, которые уже являются активистами своих объединений в образовательных организациях, в общественных организациях нашего региона. Соответственно, мы привлекаем к участию именно такую целевую аудиторию, которая зарядится позитивом, новыми знаниями на наших выездах. И все это будет транслировать уже в массу своих организациях. Ну и как стать участниками? Все, на самом деле, очень просто. Следить за новостями, которые публикуются в группе ВКонтакте «Молодежь Самарской области» и на сайте «АИС Молодежи России». Проходить регистрацию, принимать активное участие в наших выездах. Спасибо большое. Мы ненадолго прервемся на поиски смысла и вернемся обязательно. Каждый новый день подкидывает сюрпризы. Сегодня, например, выяснилось, что эта шляпа не итальянский оригинал, а реплика. Хотел было расстроиться, но решил сначала все-таки выяснить досконально, что же означает эта реплика. Большой словарь иностранных слов дает такое объяснение. Реплики. От французского «реплике», восходящего к латинскому «реплико», то есть «опять». Также есть значение «ответ», «возражение», «замечание» одного собеседника на слово «другого» «последние слова одного актера, вслед за которым другой актер произносит следующие по ходу пьесы слова», «краткий возглас», «возражение», «возражение стороны на судебном процессе» и «повторение музыкальной фразы в другой тональности». Не нужно быть гением дедукции, чтобы заметить, что последнее значение ближе всех к исходному. Но стоит признать, многие, услышав про вещи, что это реплика, расстраиваются. Уверенная реплика равно «подделка». Но мы-то теперь знаем первоначальный смысл слова, поэтому смело можем утверждать, репликой обозначают высококачественный дубликат товара, выпущенный самим оригинальным брендом или другим производителем с согласия правообладателя. Любители сэкономить наверняка в курсе. Ну вот, расстраиваться совсем даже и не следовало, чего и вам желаю. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем говорить про школу молодежного актива Самарской области «Амбассадор активности». Я правильно поняла, что проект авторский, и вы максимально включены? Все ли вы придумаете сами, или вам кто-то помогает? Ну, при разработке проекта, конечно же, все наши идеи и смыслы, которые мы закладывали в проект, мы их отразили в нашей проектной заявке, поскольку мы достаточно много лет уже работаем в сфере молодежной политики. Уже ни одно мероприятие, ни один проект за нашими плечами. Нам хотелось вместе с командой организаторов сделать что-то яркое, новое, интересное и, главное, полезное для нашей молодежи. То есть сами бы хотели попасть в школу? Однозначно, однозначно. Хорошо, сколько дней до старта? И чуть-чуть приоткройте хотя бы, пожалуйста, завесу, что же будет на открытии? Ну, всего у нас в рамках данного проекта 7 выездных мероприятий в загородном комплексе Самарской области. И, соответственно, сегодня, буквально уже сейчас, мы ждем наших первых участников. Сегодня первый выезд. Это амбассадор активности проявлений. Можно сказать, они уже едут практически. Соответственно, у нас первый очень интересный выезд, поскольку это коллаборация двух региональных больших проектов. Это амбассадор активности и очный этап конкурса «Студент года». И вот сегодня участники очного этапа нашего конкурса уже приедут к нам в загородный молодежный центр для прохождения как раз-таки образовательной программы. Сколько? Сколько человек? 250 участников. 250 участников и смена продлится? Четыре дня. Четыре дня? Да. Что будет происходить? Вот просто вот расскажите, эти четыре дня будут ли чем заняться? Конечно, первые два дня у нас будет образовательная программа. Как раз-таки вот Анастасия Алферу нам помогает ее вместе с экспертами реализовать. А на третий день у нас состоится конкурс, как раз-таки очный этап конкурса «Студент года», когда приедет огромное количество наших уважаемых членов жюри и будут оценивать наших конкурсантов по 15 номинациям конкурса «Студент года». То есть помимо того, что студенты там, ну, немного отдыхают, еще и работают, еще и готовятся к оценкам снова? Ну, наверное, больше они не отдыхают у нас. Они все-таки приехали учиться, да, получать новые знания, развивать себя, себя как личность в первую очередь. Поэтому есть... Смена обстановки всегда – отдых. Согласна, да, конечно. Поэтому я думаю, что им очень понравится. По итогу будет какой-то документ. Как они могут всем рассказать, что вот они были в школе амбассадор-фактивности? Конечно, у нас все участники получают сертификаты прохождения того или иного курса обучения. Но на первом нашем выезде, который стартует сегодня, амбассадор активности проявления, они получают еще сертификаты прохождения очного этапа конкурса «Студент года». Это уже какой по счету будет слет? Сегодня первый слет в рамках нашего проекта «Амбассадор активности». Всего семь таких будет выездных мероприятий. За этот сезон, то есть до конца года, вы успеете сделать семь выездов? Да, мы заканчиваем 17 ноября. Сколько человек в команде? Очень много. У нас большая команда, на самом деле, сама молодежь. Те активисты, которые к нам едут, они сами являются идейными вдохновителями этих проектов, которые мы делаем. Они с нами разговаривают, нам говорят, что бы они хотели. Например, многие идеи брались с прошлых лет, когда что-то говорили, было бы здорово провести вот такое мероприятие. Клево было бы, если бы вы это организовали. Мы так ок, берем себе это на заметочку и проводим как раз-таки то, что они хотят. Поэтому, мне кажется, команда организаторов, это невозможно ее измерить какой-то конкретной цифры. Это скорее просто вот мы все вместе, большая команда, которая делает классные, интересные проекты и дела. Я бы это так назвала. Спасибо вам большое. Удачи в вашем начинании. Спасибо. Спасибо. Обязательно, обязательно. Эх, был бы я студентом, присоединился бы с удовольствием, с большим удовольствием. А нас уже заждалась Марина Баркова, и она уже готова к путешествию. Поехали вместе. Владимир Апара – московский художник сибирского происхождения. Жажда путешествий у него в генах. Папа – сибиряк, мама родом из Баку, бабушка из Боржоми, дед – поляк, живший в Тифлисе. Энергичные предки поменяли немало локаций на бескрайних просторах Российской империи. Несмотря на чудесную мастерскую возле Третьяковки с видом на старинную Москву, художник постоянно путешествует. Прелесть этих работ в том, что каждый из них написан вживую на полинере за два-три часа. То есть это мгновенная работа, это и дает вот это ощущение легкости, воздушности, такого изящества. Это нечасто встречается. И все работы последних лет, по сути, сегодня их премьера. На выставке более шести десятков картин. Объединенных в три стилистические группы – русские монастыри, Абхазия и города Малоазийского побережья Средиземного и Гейского морей. Большинство работ написаны в этом году. Автору удалось так передать интенсивное излучение майского солнца в Турции, что посетители в буквальном смысле греются у его полотен. Там сильнейшее солнце, ну просто безумно сильное солнце. То, конечно, солнце так просто не нарисуешь, но солнце прячется во всех объектах. Поэтому появляются желтые, лимонные, оранжевые, красные, синие, фиолетовые, голубые. Это реально те цвета, на которых построен весь мир там. Температура за 40, когда сильные порыли удары ветра, когда ты видишь огромные цветущие кусты гигантские просто, когда ты видишь это синючее море. Например, море – это прямо как и циррулеум, а небо прямо ультрамори. Владимир Апара не прячется в тень. Стоит в широкополой соломенной шляпе на Санцепёке. Пишет с натуры неба, холмы, залив, корабли, теснящиеся у моря дома. Художник пишет прежде всего цвет, избегая избыточных подробностей. Настроение совершенно поднимается. Сразу хочется висеть на воздушном шаре Владимиру Апары в Каппадокию. Работы кажутся какими-то наивными, легкими, может даже в чем-то детскими, но тут видно, что кроется именно такой взрослый подход, взрослый взгляд. То есть это явно не рисунок ребенка. Мне очень понравилась работа за москворечья. Во-первых, это многослойная живопись, если вы знаете, что такое. Да, это просто многослойка, но акрилом, понимаете? Он накладывает один слой, второй, третий, четвертый, и причем он картину эту пишет в течение двух часов, потому что на пленэре дольше работать невозможно. То есть я в восторге. Неотъемлемой частью экспозиции являются авторские тексты, которых более 20, и видеодневник, рассказывающий о дороге, о путешествии, о работе, о том, как рождался этот проект. После самарской премьеры экспозиции отправятся в Питерский музей современного искусства. Марина Баркова, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». На сегодня все. Праздновали с вами Покров день. Татьяна Пецина. Электр Стебли. Пока-пока. Татьяна, ну что, пошли чай пить? Хорошая идея. А ты можешь вот здесь мне на столике накрыть? Ну, если ты настаиваешь. Татьяна, ты святой человек. Субтитры подогнал «Симон»!